НОКИ Н9 Здравствуйте! Сегодня мы представим вам мобильный телефон от Ноки, это Ноки Н9. Что можно про него рассказать? Ну, давайте начнем с корпуса. У нас тут прочный монолитный корпус, он у нас покрыт резиновым кожухом, это предотвращает телефон от вылетания, очень хорошо ложится в руку и повышает ударостойкость этого телефона. Тут у нас кармашки для SIM-карты, тут для microUSB-зарядки, все они закрыты от загрязнения. Тут у нас 3-5 выход на наушники, это кнопка выключения, вот тут находится динамик внизу, VGA-камера, ну вот и все. Вы удивитесь, что тут нет механических кнопок функциональных. Да, действительно, тут установлена операционная система MIGO, которая работает без функциональных кнопок, только с сенсорным управлением. Сейчас мы пролистываем вот так и выходим в основное меню. Так, что в основном меню? Много интересных приложений, сейчас я объясню вам, как работать с этой операционной системой. Нажимаем на любое приложение, например, калькулятор. Выходим в него, вот калькулятор самый обыкновенный. Теперь, как его закрыть? Переходим вот сюда, возвращаемся обратно в меню. Дальше листаем, оказываемся в диспетчере задач. И здесь мы можем закрыть те приложения, которые открыты и тратят нашу оперативную память. Вот так, берем и закрываем. Очень просто. Хорошо, я думаю, теперь стало немного понятнее, как управлять этой операционной системой. Расскажем что-нибудь еще про нее. Эта система уникальна в своем роде. То есть, мобильные телефоны с ней больше не будут выпускаться. И любителям оригинальных систем этот телефон точно пригодится. Так, что тут есть такого интересного? Нужно отметить приложение Skype. Оно тут работает плавно, без глюков. Это только плюс, потому что на других некоторых операционных системах для мобильных телефонов оно не работает. У нас есть в YouTube, но все стандартное. Из необычного есть приложение на авто. Это приложение при регистрации Nokia дает нам возможность прокладывать маршрут именно для автомобилей. Тоже очень удобно. Вот так сейчас возвращаемся в меню. Вот. Нужно отметить камеру. Она у нас тут 8-мегапиксельная, с двойной светодиодной вспышкой. Хорошей стабилизацией. Давайте посмотрим, какие фотографии она может делать. Вот эти фотографии. Такие довольно качественные. Ну вот. Понятно. Также тут очень хороший браузер. Это Viptide 2.0. Он очень быстро бегает на самом деле. Я думаю, это очень удобно. Что далее? Есть музыка Ovi. В нем мы можем покупать себе музыку различную. Есть игры. Также есть, конечно, магазин, где мы можем докупать еще приложение для этой операционной системы, которое расширит нашу функциональность. Давайте на какой-нибудь из игр посмотрим возможности нашего телефона. У него 1 ГГц процессор, 1 ГБ оперативной памяти и, в общем-то, графический ускоритель PowerVR. То есть, на самом деле, это мультимедийно очень мощный телефон. Сейчас вы в этом убедитесь. Сейчас можем делать громче. У нас такая середневая полоска всплывает вверху экрана. Можем делать громче. Вот так мы сразу можем установить приложение. Выключить его, если нам это понадобится. Вот здесь у нас сейчас развернулось это горячее меню, которое плывает сверху. Здесь мы видим, какой Wi-Fi подключены. Bluetooth включен? Нет. Сетевой статус Skype. Вот так. Можем это отключить. Назад. Нужно еще отметить то, что это не особо тяжелый телефон. Он здесь всего 135 грамм. У него 3,9 Super AMOLED дисплей. Он емкостный мультитач. То есть, он, на самом деле, очень удобный. Даже если печатать какие-то сообщения. Также этот телефон может вот в этом приложении документы просматривать Word, Excel, PowerPoint. То есть, в общем-то, очень удобный телефон для тех, кому хочется иметь офис в кармане. Тут, конечно, есть чип FM-радио. Есть функция RDS. Есть функция записи радио. Есть Wi-Fi, как я уже говорил, Bluetooth, 3G, ну и все остальные функции, свойственные смартфонам этой серии. Наверное, все, что можно рассказать про этот телефон. Ну, конечно, нужно добавить, что еще есть 16 гигабайт памяти, встроенной для этой модели. И 64 для другой модели, которая несколько подороже. Наверное, все. В общем-то, понятно уже. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас... Должны быть в коробочке полочка. Коробка. Это у нас чехольчик. Это коробка с документацией, с годовой сертификацией. Это у нас USB-провод. Наушники от Nokia. Зарядка. Вот, в общем-то, и все. До свидания. До свидания.